Практическая психология. И как может помогать в решении проблемы выздоровления. Света, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте попробуем разобраться. Итак, с психосоматикой работаете уже давно, да? Да, очень часто с этим запросом приходят ко мне клиенты и в последнее время всё больше и больше обращаются, потому что последняя наша пандемия наложила отпечаток, и всё больше обращений, обострений происходит с каждым. Ну вот раньше всего лишь четыре болезни относили к психосоматическим, да? Сейчас практически врач, который видит, что есть, в общем-то, хорошие анализы, есть всё, вроде бы, картина такая, да, у человека, что он практически абсолютно здоров, но почему-то какие-то есть проявления, которые на клинической картине никак не отражаются, а вот в жизни они есть, да? Мы сейчас говорим совсем про другую историю, когда есть уже диагноз, да? То есть когда есть диагноз аллергия, и почему-то психотерапевт работает именно с этим направлением. То есть когда терапевт посылает человека не просто к аллергологу, но к психотерапевту. Вообще скажу, что у нас практически не отправляют к психологам или психотерапевтам врачи, потому что думают, что аллергия – это генетическое либо спонтанно возникшее заболевание, которое не излечивается. И поскольку оно психосоматическое, природа его психосоматическая, то, естественно, что искать причину в психологических проблемах имеет место быть. Но как-то у нас вот этот вопрос остаётся пробелом, и многие люди просто не знают, что есть альтернатива таблеткам, лекарствам, мазям, каплям. Ну, давай тогда попробуем так разобраться. Вот с твоей точки зрения аллергия – это что? Это психосоматическое заболевание, которое может передаваться по наследству, но может возникать вообще ни с того ни с сего. Вот, судя по картине клиентов, я могу сказать, что многие живут спокойно, и предвестников нет даже в детстве. Вот давай мы тут разделим с тобой такие вещи, да. Мы понимаем, что аллергия есть аутоиммунное заболевание, да, и оно имеет не всегда психосоматический характер. То есть есть определённые виды аллергических заболеваний, проявлений, которые, в общем-то, психолог не сможет вылечить. Скорее всего, да. Но облегчить может однозначно. Ну, потому что психолог, во-первых, не лечит. Да, 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 конечно. Вот, это как бы такой очень важный момент. Вот в какой период, на твой взгляд, если у ребёнка и у взрослого есть диагноз аллергия, в какое время может подключаться именно специалист в области психологии? Ну, вот в последнее время я, например, работаю с полинозом и с аллергией на пыльцу. И сейчас, когда ко мне приходят клиенты, в том числе и юные, мы с ними прямо вот ряд мер, ряд консультаций проводим, и они сразу же видят улучшение с первой части. Давай будем ближе к микрофону, да, чтобы ты у меня не плавала. Итак, знакомим с таким заболеванием, как аллергия. Аллергия – это неадекватная реакция организма на какое-либо вещество. Это иммунный сбой. То, что когда-то организм воспринимал как обычное вещество, вдруг начинает воспринимать как яд и начинает отторгать его. Образуется большое количество клеток, которые подавляют выработку, ну, реагируют на этот аллерген, и происходит такая явная реакция в организме. Это насморк, это кашель, это заложенность носа, слезотечение, но кашель очень часто. И если не принять никаких мер, то, естественно, может перерасти в нечто более серьёзное, вплоть до бронхиальной астмы. Да, мы видим, особенно по весне, да, таких людей, для которых каждая весна цветение там каких-то цветов, или там деревьев, это, конечно, реальное испытание. И чаще всего такие люди, они на фармакологии, да. Медикаментозные их сопровождают аллерголог, иммунолог, часто очень психотерапевт, точнее терапевт, да, который уже знает этих пациентов, можно сказать, с детства. Это длится годами. И, конечно, я бы сказала, наверное, лет пять назад аллерголог не посылал к психологу такого. И сейчас, к сожалению, нет такого, чтобы аллерголог отправил. Вот кардиологи сейчас уже к психологу отправляют, да, когда они видят, что нет причин для того, чтобы, например, панические атаки, да, или невролог может рекомендовать работать с психологом. А по аллергиям, к сожалению, у нас даже многие люди и аллергологи не в курсе, что можно попробовать снизить аллергическую реакцию или вообще освободиться от этого заболевания. А вот ты так смело об этом говоришь, потому что у тебя у самой есть такой опыт? У меня была аллергия на солнце. Особенно она обострилась, когда мы поехали отдыхать на море. Там всё-таки агрессивное солнце. Я с этим справилась. У моего ребёнка был атопический дерматит или нейродермит, аллергическая реакция на кожу. И это была реакция на воду. Вот парадоксально на нашу воду. То есть после купания у ребёнка крапивница. И никаких предпосылок, кроме как сухости кожи, не было. Ну а что делать? В этой ситуации пришлось просто работать и с головой мне тоже. Отлично. Я всегда говорю, хороший специалист тот, который прожил какую-то свою собственную историю, помог себе сам теми инструментами, которые у него есть. И теперь он может быть продуктивен для других людей. Он может тоже помогать, потому что у него уже этот опыт есть. Он его себе уже присвоил. Итак, идём дальше. Аллергия. Чаще всего, на самом деле, мы сталкиваемся с этой болезнью именно в детском возрасте. Да, чаще всего называется диатез в простонародье. Вот высыпание на сладкое, на что-то. Мама так вот приводит ко мне ребёночка и говорит, у нас на сладкое. Я говорю, на что конкретно? Ну, особенно на шоколад, бананы, но чётко, конкретно на что аллергопробы не сдавали. Потому что имеет место быть. Сочетанное. Да. Ложноотрицательный результат, когда аллергопробы показывают одно. Например, ребёнок никогда не встречал лошадь в своей жизни, а он выдаёт аллергию на перхоть лошади. На лошадиную перхоть. И как бы родители удивляются, он даже лошадь на картинке только видел, как у него может быть аллергия, если он никогда с этим не сталкивался. А по сути, потом, по факту, эта аллергия может выплыть, когда появляется в доме животное. Кошка, собачка, на шерсть, на их жизнедеятельность, вот всё, что они оставляют после себя, на это всё может быть реакция. То есть некоторые говорят, ну, можно же гладкошёрстную кошечку завести, да, но слюна тоже вырабатывает вот этот аллерген, который будет патологическим для ребёнка, и ребёнок будет на него реагировать. Вообще, это очень интересное заболевание, да, которое изучается уже очень-очень давно многими, и ищут причины, ищут варианты, как можно помочь, да, тому или иному пациенту справиться с этой болезнью. Почему сложно лечить аллергию? Почему сложно? Потому что причины выявить нереально сложно. До сих пор заболевание считается неизлечимым, хроническим, и оно может проявляться в разных ситуациях. И достоверно известно, почему оно считается психосоматическим, потому что стресс усиливает симптоматику, иногда даже провоцирует. То есть человек мог не страдать никакими не аллергиями, не психосоматикой, но после перенесённых заболеваний, инфекционных, после стрессов, после хронического стресса может проявиться то или иное заболевание, аллергия в том числе. Ну вот интересно, например, у меня бывает так, я немного понервничаю и вдруг начинаю, например, чесать руку или ногу. Смотрю, у меня на этом месте, где у меня, например, что-то зачесалось, появляется такая сыпь, и я понимаю прекрасно, что это не от того, что я съела апельсин, или не от того, что зацвела черёмуха, а вот именно, что это исключительно проявление реакции того, что я только что испытала какое-то волнение или стресс, и я понимаю, что сейчас, самое-то удивительное, приняв не успокоительное, а приняв именно супрастин, к примеру, ещё раз только напоминаем, что то, что сейчас я говорю, это не попытка, да, не рекомендация, да, это я рассказываю, делюсь своим собственным опытом, да, у меня вот именно эта сыпь проходит, то есть как бы смотрите, какая связь, да, я понервничала, но при этом мне поможет снять вот эту самую сыпь не что иное, как супрастин, да, то есть как бы антигистаминные препараты в итоге получаются. Хотя, вроде как кажется, но вы понервничали, примите там капли валерьянки, да, и будет вам счастье. Это вот мы сейчас почему рассказываем, да, чтобы понимать, как взаимосвязаны иногда вот это состояние, реакция нашего организма всего лишь на какой-то процесс, на какое-то возбуждение или перепроживание вот именно какой-то стрессовой ситуации. Ну и эффект плацебо никто не отменил. О, да, конечно. Но если мы приняли таблетку, мы знаем, что она поможет. Она же раньше помогала, да, и она точно поможет. Или наоборот, в голове у тебя есть, если какая-то сыпь, значит, надо принять там антигистаминные препараты. Она точно сработает. И помогает. Оно работает. Это ещё раз доказывает, что психосоматическая природа этого заболевания, и оно работает. И поэтому с клиентами я всегда, мы начинаем искать причину, страхи, ещё что-то. То, что было, негативный опыт какой-то, оно может быть напрямую не связано. Почему диагностировать и самим расстаться с этим сложно? Потому что человеку самому найти, когда, в какой ситуации что случилось, очень сложно. Могу привести пример. Да, конечно. Была такая ситуация, ко мне пришла клиентка, у неё аллергия на собак. Она собак очень любит. Она в них душеничает, хочет завести питомца, но у неё жёсткая аллергия, вплоть до кашля и удушья, на собачью шерсть, вообще на воздействие, на взаимодействие с собачкой. И даже на шерсть, которая может быть в доме. И мы, когда с ней начали работать, выяснили такую ситуацию, что у неё была в прошлом эпизод такой негативный, нападение собак. Они её не искусали, но они очень сильно лаяли, окружили её. И вот этот страх, он остался. Она очень сильно испугалась. Хотя она была уже не ребёнком. Это всё стёрлось из памяти. Настолько острые моменты, что он как бы забылась совсем. Собак она любит, она их не боится, казалось бы. Но тело помнит всё. И пока мы не проработали вот эти эпизоды, аллергия не ушла. Подтверждённо, аллергия на собак, попробуем. Мы проработали страх, мы проработали всё, что с телом было, с этой ситуацией связано. Дальше я сделала такую методику, которая специально снимает вот эту вот поломку иммунитета. То есть мы снимаем вот этот вот иммунный сбой, и всё. Аллергия на собак проходит. И как бы единственное, что по первости, по началу было, это когда собака облизала лицо, чуть-чуть чешется лицо. Умылось, всё прошло. Закрепили результат, всё хорошо. Причём у неё аллергия на берёзы ушла сама по себе. То есть она была сопутствующая. Возможно, мы прорабатывали ещё какие-то ситуации, снижали стресс, уровень стресса, негативные какие-то эмоции. И это послужило тому, что аллергия совсем прошла. Вот мы всё-таки говорим про психосоматическое явление, про природу вот этой аллергии. Это когда, получается, не аллерген является причиной вот этого заболевания, а именно какая-то психологическая причина? Тут, мне кажется, это даже вторично, потому что аллерген – это наш мозг воспринимает какое-то вещество, как аллерген, как токсин, яд. Или ситуацию, или вещество. Например, ко мне пришла на тренировку женщина, которая, смотрю, у неё красные пятна, она чешет. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну, съела мандаринку, одну долечку всего, и вот такая реакция острая. Я говорю, а если ты целую скушаешь? Она говорит, ну, тогда всё. Нужно будет вызывать скорую, супрастин даже может не помочь, потому что у души, и всё очень серьёзно. Мы проработали за одну консультацию с ней, сняли совсем аллергию на мандарины. Сейчас она может полкило съесть мандаринов, ничего, никакой реакции вообще нет. Что здесь? Когда-то была ситуация, в её случае, в детстве, мама запретила есть мандарины, а бабушка, наоборот, дала мандарины. Вот эта конфликтная ситуация, в которой мама кричала, там ещё что-то, а бабушка, которая любит, дала мандарины. Вот эта ситуация в 4 года наложила запрет на это вещество. Оно стало для неё ядом и токсином. И каждый раз она на мандарины выдавала острую реакцию. Вот слушаешь-таки, когда такие истории, думаешь, господи, как можно травмировать в детстве психику ребёнка, и как это всё потом может отразиться так или иначе. Но опять-таки, мы всегда говорим, то, что мы сейчас делимся какими-то историями в эфире, это, во-первых, с разрешения клиентов, а во-вторых, это всегда очень и очень индивидуальная история, чтобы вы понимали. И сначала мы идём к традиционной медицине, если какие-то проявления есть того или иного заболевания, полностью обследуемся, и потом уже, да, мы чаще всего начинаем работать с психосоматикой, потому что есть, ну, бывают ведь и другие случаи, да, когда люди не доходят до официальной медицины, всё время лечатся какими-то народными средствами, там, да, или ещё чем-то, а в итоге потом запускают, ну, как бы, то или иное заболевание. И помним о том, что психолог работает, и психотерапевт работает в комплексе вместе с врачами по тому или иному направлению, да, которое, например, там есть. То есть, вот это для меня ключевой момент, я всегда в программах это говорю, уточняю, чтобы не было ощущения, вот это, знаете, что психология, мы действительно говорим, психология, она везде, но нет волшебных таблеток даже у психологов, да? Да. Оно может не сработать, это вполне возможно. Очень от многих факторов зависит результат, потому что одному человеку он замотивирован сильно, у него одна ситуация, один аллерген, да, мы, может быть, за одну-две консультации и уберём, снизим, снизим практически совсем аллергическую реакцию, а другому человеку нужно будет пару месяцев, потому что аллергенов много, реакций много, и выявить на что тоже сложно. Ну, и плюс ко всему, да, мы же с тобой понимаем прекрасно, что разные причины, да, где-то это действительно психологическая травма в детстве, где-то это испуг, где-то это страх, где-то это и психолог, может быть, бесполезен, да, в этой истории. Хорошо. Какие бывают аллергии? Давай мы сейчас проговорим. Аллергия на животных, это часто встречающиеся, на питомцев, которых заводят, на корма, которыми их кормят, тоже рыбок, например, да, очень аллергичный продукт. Аллергия пищевая тоже очень часто встречается, особенно у маленьких детей. Даже на молоко материнское, да, бывает аллергия? Здесь очень широкий спектр, это орехи, яйца, молоко, морепродукты, очень большой спектр может быть, сахар, пряности, всё что угодно. Вот прежде всего, когда у человека выявляют эту аллергию, да, понятно, что стараются убрать этот аллерген. Ну а потом, вот как раз я сейчас хочу, чтобы мы с тобой понимали, да, про работу психолога, когда он подключается, тем не менее, человек не, ну как бы, да, сначала не взаимодействует с этим аллергеном, он также продолжает исключать его из своего рациона, там, да, или из своей жизни, да, и когда мы работаем, с точки зрения психологии со всей этой темой, то вот этот процесс эксперимента, а как сейчас я, да, реагирую на то или иное явление, на то или иное, там, на тот или иной продукт, это же тоже вот такая зона очень ответственности, да, большой психотерапевта, ну и, конечно же, самого клиента. Это зона ответственности, но, есть одно но. После консультации, когда мы проработали, например, аллергию на собаку, я рекомендую, или на кошку, я рекомендую в этот же день пообщаться с животным и закрепить результат, и увидеть, что ничего не происходит. Так произошло с моей юной клиенткой, которая сразу после консультации поехала в гости, гладила кошку, 50 минут, ничего, никакой реакции не было совсем. То есть вот... Это как, знаешь, я всегда говорю, вот прям чудеса, годами, ты годами там страдаешь, страдаешь, да, а тут раз, и может помочь, да, какая-то психология. Да. Интересно. Давай поговорим, ты ещё хотела продолжить, какие ещё бывают аллергии? Аллергия на пыль, на пыльцу, на растения. Вот сейчас как раз сорное растение и пыльца деревьев очень сильный аллерген считается и тоже ограничитель большой. То есть таким людям, у которых есть аллергия на пыльцу растений, рекомендуется гулять во влажном воздухе, то есть после дождя. Да, и аккуратно очень, без антикистаминных препаратов они обычно не выходят, если это серьёзно. А как вот психолог может помочь? Когда у тебя реакция аллергия на пыльцу? Ну вот так же точно. То есть мы работали, проработали ситуацию, правда здесь у нас ушло две консультации. Девушка у меня пошла гулять. Они приехали на консультацию, не приняв таблетку, как обычно, и она перестала кашлять прямо в процессе консультации. И с тех пор не принимают. Что может быть здесь проблемой, причиной? Я не могу точно сказать. Вот там была ситуация с детства. То есть в детстве часто болел ребёнок, лечили от простуд, оказалось это аллергия. И выяснили её не сразу. И у ребёнка было настолько много ограничений, дышать через марлю, дышать, ну, окна закрытые, гулять только после дождя. Очень много ограничений по еде. Причём вводили аллерговакцины, которые сейчас метод новомодный, современный считается метод лечения. Когда вводится вакцина, на протяжении какого-то времени она увеличивается, дозировка. Это в течение трёх лет такое лечение производится. Аллергия на кошку не прошла, аллергия на берёзу снизилась, но появилась дополнительно другая аллергия. Это опять-таки про то, что как будто бы человек сам себе запрещает жить, да? Да, да, да. Ну, как бы переносится на что-то другое. Проработали, вот сейчас она дышит спокойно, без таблеток. Осталось только чуть-чуть заложенность носа, и то, возможно, это простудное. То есть как бы организм перестраивается. К сожалению, наш мозг перестраивается не так быстро. Если мы иммунный сбой этот убрали, то постепенно перестроится организм, и можно будет прогнозировать, что будет всё очень хорошо. Чуть ближе к микрофону. И какие ещё есть аллергии? Аллергия на пыль, пыльцу, на животных, на пищу, пищевая. Аллергия на лекарственные, химические вещества. Это может быть даже витамины. Витамин В, С часто вызывают аллергические реакции. Химические вещества и химические препараты, химические какие-то средства. Бытовая химия. Да, бытовая химия тоже может вызывать. На укусы насекомых. Да. Очень часто на пчёл. Вот у меня у мужа на пчёл. Такая есть аллергическая реакция. И вот тут сейчас меня спрашивают, слушатели, неужели даже на это, это тоже может быть психосоматика? Вполне возможно. Да. Например? С укусами насекомых пока у меня клиентов ещё не было. Но я думаю, что там есть психологическая подоплёка такая, которая, ну, во-первых, может быть отрицательная эмоция, которую человек забыл. Ну, как мы говорим, замели под ковёр ситуацию. Всё. А она осталась. В любом случае неприятно, когда кусают насекомые. И вот этот страх. Страх насекомых. Страх насекомых. Укусов насекомых поможет. И с этим тоже, кстати, работают психологи. Я на минуточку напомню об этом. Специально обученные у нас есть целые программы, да, как мы работаем со всевозможными фобиями. Хорошо. Давай пройдём дальше. В чём особенности детской и взрослой аллергии? Вот ты как клинический психолог это видишь. У детей сложнее диагностировать. Я уже говорила о том, что аллергопробы бывают условно-отрицательными, ложно-положительными, да. То есть мы можем после пяти лет только более достоверно диагностировать. И аллергопробы, которые делаются как насечки, они для детей достаточно, ну, болезненные и неприятные. Поэтому если сдаётся анализ крови, то он более достоверный на антитела. Вот к клиническому психологу уже идёт человек, чаще всего весь обследованный, да? Ну, то есть как бы, да, там вот он приходит и говорит, вот, ну, там, Надежда, вот у меня вот на то-то, на то-то, на то-то аллергия. Там, да, вот я там вот то-то, то-то, то-то последнее время прожил, пережил. Потому что мы же понимаем прекрасно, что иногда, например, вдруг аллергия появилась ни с того ни с чего, да? Да, кажется, человек жил там, жил, ничем не тужил, но вот тут выясняем, что там умерла бабушка, да, похоронили. И вот буквально через там месяц-три, да, вдруг вот появляется вот этот дерматит, например, там, да, человек там постоянно прямо, да, эти проявления есть. И вроде бы как вот смерть, ну, уход одного человека, там, да, можно, вроде как, как говорят, вы, психологи, всё можете подвести, да? Причинно-следственные связи, да, как бы, да? И вот в чём, в чём прелесть этой науки, я про психологию, да, и инструменты, которые у нас есть, методы, с которыми мы работаем, иногда действительно отгоревав правильно уход того или иного человека из жизни, да, мы видим, что человек прощается не только с этим человеком, да, умершим, но и с какой-то болезнью своей. Да, очень часто бывает такое. Ну, и вообще стресс как таковой, он же имеет накопительный эффект. И если человек в стрессе находится, то для него достаточно сложный накопительный эффект, он сказывается, и рано или поздно даже врачи об этом говорят. Вот мы сейчас проговорили о том, что вот у детей это одно проявление, да, трудно диагностируется, часто бывает, например, ложная реакция, потом, как вот правильно ты сказала, что иногда там лечили всё время от простуды, оказывается, что это была аллергия, да, тоже вовремя попасть к хорошему специалисту, это, как бы, да, я всегда говорю, везение. Хорошо, а взрослая аллергия, она как? Ну, обычно бывает спонтанно появляется аллергия, например, человек даже, ну, никогда не было никаких реакций особых, и вдруг что-то происходит, появляется, и причём она не проходит, то есть она достаточно явно выражена. А может быть, во время стрессов она усиливается, аллергическая реакция, а потом проходит. И может по-разному, ну, протекать, достаточно острых таких реакций нечасто. Человек же может не знать, что у него аллергия на что-то. Например, аллергия на укус пчёл. Если одна пчела укусила когда-то, и реакции остро не было, то при нападении, например, нескольких пчёл, может быть даже отёк к венке и очень серьёзные последствия. Хорошо. Какие варианты вообще лечения есть, да, и почему психолог лучше всевозможных таблеток? На данный момент медицина у нас предлагает после аллергопроб, когда выявили на что аллергия, заниматься в первую очередь профилактикой, то есть убрать все аллергены, да, все продукты, которые могут вызывать аллергию, даже если у вас нет аллергии на орехи, например, или на шоколад, их вы тоже убираете из своего рациона совсем, чтобы не провоцировать. И знаешь, с точки зрения психологии, да, как бы получается человек, у которого вот есть аллергия, да, он как будто бы себя ограничивает во всём. Ограничения. Очень много ограничений. Влажная уборка, постоянная чистота, убрать ковры, мягкие игрушки, всё, что может спровоцировать аллергию, другую, любой-другой вид, это всё стараются удалить. Диета, строгая диета. Это, а само лечение, что касается лечения, то это антигистаминные препараты или кортикостероидные препараты. Да, это очень удобная и серьёзная такая история, да. И только после рекомендации специалиста, дерматолога, потому что очень много противопоказаний, и когда у нас бездумно люди берут супростинный... Или занимаются самолечением. Да, самолечением. То есть мази какие-то кортикостероидные лучше строго по рекомендации врача. Ну а чем же тут может психолог помочь? В таком случае, так же, как я работаю, это комплексная мера, которая мы прорабатываем страхи, вот эти ситуации негативные, эмоциональные, которые могли быть в опыте человека, во-первых, их найти, во-вторых, переработать, снизить стресс, дать технике самовосстановления, релаксации, чтобы человек не воспринимал это как повышенную стрессовую ситуацию и сам научился справляться со стрессом в повседневной жизни, ну и убрать вот этот сбой иммунной системы. Хорошо, давай мы более подробно сейчас расскажем про работу психолога. И так приходит человек и говорит, вот у меня есть аллергия такая-то, такая-то, да, и, ну, то есть нам сейчас надо с тобой открыть карты, да, то есть как вообще выглядит эта сессия, как выглядит твоя консультация с человеком, у которого есть запрос? Для начала это диагностика. Сколько лет человек страдает? Когда это появилось? Что предшествовало? Бывают улучшения или ухудшения при каких-то обстоятельствах? На что конкретно реагирует? Когда ухудшается? Когда есть улучшения? То есть эмоциональный аспект тут не отменялись, да? Вот мы как раз на психосоматику проверяем заболевание. И если я понимаю, что, да, психосоматическое заболевание, да, я могу дальше работать. То есть выявляем причину, от чего пошло, устраняем негативные эмоции. Это краткосрочные методы психотерапии, которые достаточно быстро снимают негативные эмоции. В ноль перерабатываем, сколько бы там баллов ни было, условно, по шкале. И дальше техника, которая убирает вот этот сбой, которая как раз поломку в иммунитете убирает. Перестраиваем мозг, переучивая мозг на то, чтобы он реагировал адекватно. А как это мы делаем, мы расскажем чуть позже, а сейчас небольшой перерыв на рекламу. Практическая психология Это программа «Практическая психология». Мы продолжаем со Светланой Комышевой, клиническим психологом, сегодня раскрывая тему психосоматика, аллергии у детей и взрослых, как психолог может помочь в процессе выздоровления. Итак, уже много что было сказано. Давай попробуем рассказать нашим слушателям, как же психолог работает с аллергией. Для начала выявить причину. Вот прямо сейчас, если у нас есть слушатели, которые страдают аллергической реакцией, можно для себя задать вопрос. Вспомните, когда началась аллергия и что было накануне, что предшествовало? В ближайшее время до начала аллергии. И какое воспоминание приходит вам на ум? Что вспоминается? Это, как правило, какое-то стрессовое расстройство может вспомниться? Стрессовая ситуация. Примеров очень много, на самом деле, в нашей с тобой практике. И вот опять-таки с разрешения клиента приведу такой пример. Я бы так сказала, его чудесный пример. Часто очень мы это разбираем со студентами. Удивительно. Девушка решила выйти замуж. Вот она решила выйти замуж, и она счастлива, что её берут замуж, и она хочет этого, и она вроде бы как стремится к этому всю свою жизнь. И выйдя замуж, она буквально через две недели вдруг покрывается псориазом. То есть вроде как не аллергия, но это уже аутоиммунная такая история. И вот когда она разводится, через две недели у неё проявление болезни, которая длилась несколько лет, пока она всё была замужем, вдруг исчезает. Ну, как бы врачи говорят, ну, это же чудеса. Как такое вообще возможно? Для меня это не чудеса. Да, для нас это не чудеса, потому что мы понимаем, что для неё быть замужем, быть в отношениях, это был действительно стресс. Ну, вообще замужество – это же тоже стресс. И рождение детей – это тоже стресс. Пусть он условно позитивный, но это тоже стрессовая ситуация для организма. Да, но вот тут нужно, я всегда говорю, задавать вопрос, ты как говоришь, причину выявляем, да, и мы понимаем, что почему-то для одних замужество – это не стресс, ну, как бы, да, точка бы это не повод уйти в болезнь, да, а для кого-то замужество – это повод уйти в болезнь. Ну, да, это, естественно, вот когда мы задаём себе этот вопрос, а что в этот момент происходит, а кто рядом, а что со мной происходит, какие эмоции я испытываю, какие чувства, как я реагирую там на обстоятельства, которые в жизни складываются, это нас подводит к тому, что мы причину можем выявить сами. И очень часто клиенты это делают самостоятельно, они понимают, да, вот это тогда случилось, вот такая ситуация была сложна, там ещё что-то, но изменить что-то они не могут. Ну, потому что не владеют инструментами, да, определёнными инструментариями. Хорошо. Итак, выявили причину, дальше. Можно попробовать самостоятельно перепрожить ситуацию. Вот прямо сейчас представляете, видите себя со стороны, как вы проживаете это событие, а потом даже войти в это событие и представить, что ты заново проживаешь это событие, все эти чувства, эмоции, и попробовать переключиться с негатива в этих ситуациях на позитив. То есть сказать, я в порядке, я это прожила, прожил, со мной всё в порядке, я в безопасности. И попробовать самим перестроить мозг с негатива на позитив. Иногда, когда мотивация у человека очень сильная, самостоятельно они могут справиться. Мы вообще так верим. Есть исцеление, да. Мы верим, да, в людей. Если же не получается, у нас есть специалисты, к которым можно обратиться, да, и что мы делаем? Мы, в общем-то, обучаем мозг, да, правильно. Реагировать по-другому. Реагировать по-другому на ту ситуацию, которая была для тебя травматичной, да, ты её проживаешь заново, и она для тебя уже не является такой травматичной, она для тебя уже становится понятной, ты себе помогаешь, и тебе специалист помогает. Что сделать? Чувствовать себя в это время, да, в этой ситуации в безопасности, чувствовать поддержку, чувствовать опору на самого себя, что немаловажно, да, и тут работают многие, ну, как бы, психологические методики, да, например, мы даже сначала достаем какие-то убеждения, которые человеку, ну, как бы, дают почву для той или иной болезни. Да, 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 очень часто бывает такое, что мама сказала, и надо оправдать то, что мама сказала. А когда человек понимает, что на самом деле другие люди реагируют по-другому, и множество примеров совершенно других, и можно радоваться. Переключиться не всегда получается, но со специалистом, который рядом поддерживает, помогает пройти это, особенно негатив помогает снять вот этот, да, вот заряд негативный, получается гораздо проще. И если самостоятельно получилось, то это прекрасно. То есть мы понимаем, что всё, я здесь, я здорова, со мной всё хорошо, и я могу реагировать по-другому. И аллерген надо мной не властен. И можно уже не избегать его совершенно, да, ну, хотя бы его избегать, но другие продукты не будут для тебя табу. А, как правило, и этот аллергичный продукт становится незапретным, доступным. Можно убрать страх, то есть заняться профилактикой, убрать страхи, убрать эти негативные эмоции. Самое главное — научиться позитивно реагировать и снизить уровень стресса. Вот мне вот нравится вот эта вообще история, да, когда приходит клиент и говорит, можете ли вы... У меня очень негативное мышление. Можете ли вы мне помочь с негативного мышления на позитивное? Вот это действительно возможно на самом деле, но это очень долгий процесс. По практике скажу, что на самом деле на это уходит больше времени, чем обычно со страхом проработать. Потому что это же навык. Его надо наработать. Это же привычка. Чуть-чуть, да, в любом случае сразу же раз и в негатив уходить. Для того, чтобы, например, когда мы проработали, для того, чтобы закрепить результат, всегда даю домашние задания, которые помогают переключаться на позитивные мысли. Обучаю, как переключаться с негатива на позитив самостоятельно, чтобы человек потом без моей помощи мог это делать самостоятельно, легко, просто, в других ситуациях стрессовых. Тем самым мы даём профилактику аллергиям, психосоматике. В чём заключается профилактика? Реагировать позитивно, снизить стресс, справляться с негативными эмоциями, принимать решения, когда мы принимаем правильное решение, верное, когда мы в негативе или когда мы в спокойном состоянии. И вот если человек может перестроиться, понять, что в любой ситуации есть плюс. Какой бы она плохой ни была, всегда есть плюс. Вот эта перестройка, она позволяет нам более рационально поступать, более позитивно жить. Вот смотри, такая фраза, да, снизить уровень стресса. Вот сейчас, я думаю, слушатели говорят, какие вы интересные психологи, снизить уровень стресса. А как это нужно сделать? Вот давайте сейчас прямо проговорим, какие у нас есть методики, которыми, в общем-то, может владеть любой человек. Любой человек владеет дыханием своим, да. И мы можем регулировать своё дыхание. И если мы возьмём любую антистрессовую методику, очень часто в йоге используется. Почему йога способствует убиранию, убиранию, ну, как это сказать, отказу от многих болезней, да. То есть почему они сами по собой проходят? Потому что это профилактика хорошая. Человек научается дышать правильно. Когда его выдох, длиннее, чем вдох. Да, и научается продышать любую ситуацию, какая бы она ни была, как кажется, мозгу опасная, да. Ты в это время начинаешь дышать, и мозг понимает, что я контролирую, оказывается, очень многие процессы. И если вот стресс снижается, мы дышим, мы перестраиваем, во-первых, гормональный фон меняется. То есть у нас гормоны стресса заменяются, ну, то есть снижается уровень гормонов стресса, а человек дыханием своим может управлять. Это самое простое, самое доступное, что мы можем использовать, и это будет во благо любому человеку. Научиться позитивно мыслить, в любой ситуации находить плюс, это тоже очень большая поддержка, подспорье, чтобы не застревать в стрессе. Стрессы есть у всех. Стресс может способствовать росту, развитию человека. К чему подталкивать стресс? Что сделать? К чему подталкивает негативная эмоция? Наконец-то сделай то, в чём ты нуждаешься на самом деле. Признай это, признай свою болезнь, признай ситуацию и сделай выводы. Напиши 15 выходов из этой ситуации, прими самое лучшее для себя решение. Можно много вот сейчас нафонтанировать и дать домашних заданий, да, вот те, которые я даю клиентам, ну, они на самом деле работают. Если их выполнять, они простые. И некоторые говорят, дыхательные практики не работают. На меня они действуют, там, медитации, расслабляющие трансы, гипнозы, на всех действуют. Просто надо... Надо просто это делать в системе. Надо делать в системе. И тогда будет хороший результат. Нет волшебных палочек, нет волшебных таблеток. Ещё раз каждый раз я это повторяю, что нужно время, нужно своё желание, да? Да, конечно. И, конечно же, процесс выздоровления пойдёт намного быстрее. Давай поговорим сейчас ещё очень важная, на мой взгляд, такая тема. Ведь у некоторых людей есть вторичная выгода, да, быть в болезни. Да, конечно. Это то, что является очень мощным крючком находиться в болезни. И, как правило, люди говорят, да какая вторичная выгода? О какой выгоде речь? Разве мне выгодно болеть? На самом деле это не сразу видно, это не на поверхности, но подсознательно человек прикрывается своей болезнью от чего-то. Например, приведу пример, как с этим быть. Задайте себе простой вопрос. Чего вам позволяет избежать аллергии? Что будет, если у вас аллергии не будет никогда? Всё, её нет. Что вы такое будете делать, в чём отказываете себе сейчас? Есть какая-то выгода от болезни, от любой. Поэтому вот этот момент очень важный. Задать тебе первый вопрос. Что же я буду делать? От чего я избегаю? От чего я бегу? Какие изменения в своей жизни я боюсь представить и боюсь их привлечь в свою жизнь? И если посмотреть честно, страху в глаза, это уже половина победы. Что будет, если я выражу свой протест против человека, против ситуации открыто, языком, словами, а не болезнью, не сыпью, не насморком и так далее? Что будет, если я словами скажу о том, что меня не устраивает, а не как это обычно бывает, когда человек болеет? Мне всегда очень нравится фраза, да, выражайтесь ртом. Да. Да, очень многие вещи можно проговорить. И проговаривая свои чувства, свои переживания, свои мысли, всё это вы не оставляете в своём дорогом храме, в теле, да, и уже нет у тела повода для того, чтобы вам выдать ту или иную. Ему не нужно защищаться, ему не нужно придумывать вам защиту, щит, который будет, вот аллергия, психосоматика не будет щитом, она уже не нужна, вы уже справляетесь с этим самим, вы живёте полноценной жизнью, в том числе и свои границы отстаиваете. Что будет, если вы скажете прямо о том, что вы хотите, чего вы не хотите, что нравится, что не нравится. И если вам кто-то неприятен, и реакция есть на определённых людей, говорят, у меня на мужа, на жену аллергия, да, бывает такое, что есть такого в человеке, что вы не принимаете, из-за чего вы готовы разодрать себе в кровь руки, да, чтобы не контактировать с этим человеком, чтобы избегать контакта с ним. О чём вы молчите и не говорите этому человеку. Эти вопросы я тоже задаю. Обязательно. Обязательно задаём эти вопросы, обязательно честно на них отвечаем и наблюдаем, как разворачивается процесс выздоровления того или иного человека, разговаривая, возвращаясь в своё собственное тело, да, человек, выражая свои эмоции и мысли, человек становится в контакте с самим собой. И уже очень многие вещи, которые казались непобедимыми, казались сложными, казались неизлечимыми, становятся совсем простыми. Совсем другое восприятие становится. Совсем другое восприятие. И ещё есть момент, когда родственникам может быть невыгодно выздоровление тоже. Тоже вторичная выгода. Да, вторичная выгода может быть у родственников. Они не хотят. Да, у нас есть даже такое явление, да, в психологии, в учебниках прямо написано, да, это психологическая инвалидизация, например, близких тебе людей. То есть представляете, как это жёстко звучит на самом деле, да. Но действительно есть родители, например, которым очень удобно и выгодно, что их ребёнок болеет. Потому что там столько оказывается вторичных выгод, да. Ощущение ценности, значимости и всего остального. Ни одна мама не скажет, я хочу, чтобы мой ребёнок болел. Конечно. Вот такие серьёзные темы мы сегодня поднимаем вместе со Светланой Комышевой. Комышевой, клиническим психологом. Ну и в завершение нашей программы что можно почитать, что бы ты рекомендовала прямо на эту тему? Литературы на самом деле достаточно мало. И из всего, что я нашла и чем смогла воспользоваться сама, это, например, если вам нужно мнение специалиста, как жить с аллергиком, как облегчить жизнь аллергику, лучше приобрести книгу «Аллергия» и как с ней жить руководство для всей семьи. Это врач-аллерголог, которая собрала все рекомендации, как избежать тяжёлых аллергических реакций, например, отёка Квинке, анофилоксии, что делать, если это случится. Это такая скорая помощь при аллергии. Что с этим делать? Всё о профилактике, о том, как быть, в какой ситуации, можно найти в этой книге. С точки зрения медицины, аллергии рассматриваются полностью подробно в этой книге. С точки зрения медицины, а с точки зрения психологии? А с точки зрения психологии, вот ещё есть одна замечательная книга. Автор Филяев Михаил Анатольевич, Боева Лана, называется «Психосоматика аллергии. Лекарство или новое мышление». Там подробно расписано, рассказано о том, что это психосоматическое заболевание, как с ним быть. Даются простые практики, которые помогут снизить реакцию на какой-либо аллерген. Они могут не снять полностью, но снизить помогут. И это может быть альтернативой лекарствам в какой-то степени. То есть они снижают чувствительность к этим аллергенам, снижают чувствительность в какой-то ситуации. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Мы желаем всем крепкого здоровья и будьте счастливы. Будьте здоровы.